И к нашему эфиру присоединяется Андрей Андреевич Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Тава. Добрый вечер. Андрей Андреевич, ну вот буквально обсуждаем постоянно этот визит, я имею в виду постоянно с тех пор, как он состоялся. Он, конечно же, исторический, он, конечно же, значимый. Я думаю, может быть, вы видели уже реакцию Российской Федерации пропагандистов, которые были на этот визит, оттитровали даже на НТВ господина Зеленского, как президент УГИУ. УГИУ, да. Да. Вот. Как думаете, вообще, эта реакция, она говорит о чем? Ну, между прочим, я напомню, что за несколько дней до этого визита, когда было объявлено, что американцы собираются, наконец, направить на Украину установки ПВО Патриот, мы же слышали всю эту риторику из Москвы. Это красная черта, это абсолютно недопустимо, будут непредсказуемые последствия, наш ответ не заставит долго ждать и так далее. Вчера был ответ по этому конкретному вопросу. Путин что-то жалко блеил на своем выходе к журналистам, что вы знаете, Петриот – это ерунда, это устаревшая совершенно система, наши С-300, С-400 намного более современные. Мы будем щелкать эти Петриоты вот так, вот один за другим. То есть обычная картина, сначала шантаж, попытка запугать, а потом, да нет, мы, собственно, ничего и не собирались. И вот эта линия, она будет продолжаться. И я хочу уже, чтобы не тратить много времени, я скажу, что полностью согласен с теми оценками, которые только что прозвучали у вас на Украине, что это исторический визит, это такая внешняя представительская парадная сторона, она прошла блестяще. Ну, начнем с того, что честь выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса представляется очень в редком случае, как правило, лидером великих держав. Ну, последний, я помню, 10 лет назад выступал Папа Римский. Вот недавно был Макрон, но никто же не предложил Макрона выступать. Это свидетельство того нового места, которое Украина заняла в мировой политике. Как справедливо пиша в своей, ну, во многом его и критиковали за эту статью, последнюю, патриарх американской политологии Генри Киссиджа, но главный-то его вывод там, что на европейской сцене появилась новая великая держава с армией одной из самых больших и эффективных в Европе. И это во многом определяет теперь ход мировой политики. Это встреча Зеленского, это прежде всего признание совершенно новой роли Украины. Вот. И согласившись со всеми этими положительными оценками, я хочу добавить, что такой центральный рабочий момент этой встречи, где встали еще нерешенные до конца вопросы, был четвертый вопрос украинской журналистки, президенту Байдену на пресс-конференции. Он очень хорошо был поставлен, я позволю себе его процитировать, это важно напомнить нашим зрителям. Она спросила, вот вы знаете, вы все время, Америка долго не собиралась поставлять джевелины, боялась спровоцировать, опасалась спровоцировать Путин, потом поставили долго, потом то же самое повторилось с Тинкерами, потом с Галубицами, потом с Хаймерсами, потом и вот сегодня на констане Патриот. А как вы думаете, когда вы сможете поставить ЭТИКМС, дальнобольные ракеты Хаймерсом? И вот ответ Байдена, он обнажил, собственно, эту проблему. Я прямо скажу, что при всем уважении к президенту Байдена ответ его был неубедителен. Он сослался как бы на сопротивление союзников. Он сказал, вы знаете, для нас очень важно сохранить единство союзников, и вот они не все будут с этим согласны, потому что они, да, они желают помочь Украине, но в то же время не хотели бы эскалации конфликта и возможности вовлечения войны. Но то, что он приписал союзникам, это те опасения, которые, которые, по крайней мере, часть его администрации внушает. Вот эта борьба между двумя концепциями внутри администрации, одна концепция, наша цель это победа Украины, а другая концепция, наша цель не поражение Украины, она продолжается, продолжается весь этот период. И вот с каждой новой победой сторонников победы настоящей украинской, с каждой новой передачей украины, мне всегда казалось, что, ну вот, наконец, сторонники победы, они осторожного непоражения одержали окончательно. Нет, Байден еще вынужден прислушиваться и к той части администрации, которая нашептывает, а вот давайте, давайте все-таки не будем передавать эти этакции, это может привести к эскалации. Какой черт эскалации, когда, я хочу спросить, когда Пустин ведет программу геноцида украинского народа. Вот этот вопрос о предоставлении тех видов оружия, которые позволят в ближайшее время одержать победу, да, собственно, набор этих вооружений сформулирован в его интервью экономист генералом Заужином, те, которые ему нужны для взятия Мелитополя и обрушения российской военной машины. Вот этот вопрос остается между Украиной и Соединенными Штатами. Ну, возможно, наши союзники в скором времени и передумают, по крайней мере, их к этому призывает глава украинского МИДа, господин Кулеба, он сказал, что передача Патриота в Соединенными Штатами Украине является прецедентным решением, да, и этому примеру могут последовать наши и другие союзники. Как вы думаете, как много вооружения сейчас после, ну вот, после такого примера Соединенных Штатов нам может дать Европа? Например. Вы знаете, я бы вот, я вам назову одного нашего европейского союзника, которого не нужно подстегивать, который, я надеюсь, сам сможет подстегнуть колеблющегося Байдена. Это, конечно, Великобритания. Ну, мы знаем эту абсолютную, громадную роль, которую сыграл Борис Джонсон вот в той борьбе, которая ищла все время и идет, продолжается в администрации Байдена между сторонниками победы и сторонниками непоражения. И в Байденбургии могут меняться каждую неделю премьеры, но вот ее беззаветная поддержка Украины, она не меняется. Не случайно же все сравнивали сегодня, вчерашний визит, позавчерашний визит Зеленского с визитом Черчилля к Розвольту в декабре 41-го года. С той же задачей Черчилль также требовал, просил, убеждал Розвольта предоставить вооружение. Так вот, я напомню, что пять дней до этого, 15 сентября, ого, декабря, в Палате Общин состоялась очень интересная беседа. Один рядовой член Консервативной партии задал вопрос министру, это рядовой член, никто иной, как бывший премьер-министр Борис Джонсон. Он задал вопрос министру обороны Бену Уоллесу, который был и в его кабинете министра обороны, а что могла бы Британия предложить для решения острейшей проблемы Украины получение дальнобойных ракет, которые бы заставили русских тысяч раз задумываться над тем, стоит ли им атаковать украинские города, потому что они могут получить в ответ вплоть до самой Москвы. И Бену Уоллес очень подробно рассказал, что у нас есть прекрасная ракета Скайоп, крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут быть использованы, в частности, на тех самолетах МИГ-27, которые Польша собирается в ближайшее время передать Украине. И дальше, внимательно, дословно, если Россия будет продолжать свои варварские атаки на украинские города, мы готовы рассмотреть вопрос о передаче этих вооружений. Россия продолжает и не собирается останавливать эти варварские атаки. Я думаю, что вот ключ к тому, чтобы открыть вот этот сундучок с необходимой помощью, это и Этекс, это и те средства, которые запросили для своего Мелитропольского наступления генерал Заужный 300 танков, 700 бронетранспортеров и 600 гауриц, все они ключом к этому может быть решение Лондона предоставить предоставить ракеты скоп. Кстати, очень интересная же реплика того же Шольца, они все время обсуждают вопрос о передаче леопардов в танках, так нужных зауженному для атаки на Мелитрополь. И он сказал, ну я не готов это делать в одиночку, но это явное свидетельство того, что он приглашает американцев, давайте это сделаем вместе, мы поставите Абрамсы. В любом случае этот выбор надо делать немедленно, потому что это выбор между затяжной войной на истощение, а прежде всего на уничтожение украинских городов и на получение помощи, которая позволит закончить эту войну в самые кратчайшие сроки. Ну и вот еще одно действие, которое Сенат США совершил, он решил изъять российские активы в пользу Украин. Андрей Андреевич, что это реально означает, какой будет процедура, что получит по факту Украина и ее граждане, и какими будут потери россиян, и это потери богачей или обычных людей, живущих в Российской Федерации? Ну, надо будет посмотреть окончательный текст закона, когда его подпишет президент Байден, вчера единогласно это принял Сенат, должно пойти представить, это нет вопроса. Это выполнение есть план Зеленского из четырех пунктов план мира и там третьим пунктом восстановления экономики Украины путем репараций наложенных на государство Агресса. Так вот это замечательная инициатива, мы даже этого не ожидали. Это откроет путь к выплачению репараций уже сегодня. Это и олигархов там есть средства и замороженные государственные активы. Примерно под триллион уже вы спрашиваете о сумме, это конечно недостаточно для полного объема репараций, но вот сумма замороженных активов примерно миллион. Это и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. И вот этот закон позволит уже прийти от замораживания конфискации и непосредственной передачи этих репараций жертвы агрессии. Старт положен, и спасибо за это Конгрессу США, который, кстати, очень не то, что тепло, а бурно приветствовал выступление Владимира Зеленского, на это было очень приятно смотреть, и это продемонстрировало нам то, что поддержка всего Конгресса двухпартийная поддержка гарантирована скорее всего нам и в будущем. Андрей Андреевич, ну не только ведь была закрытая встреча двух президентов Зеленского и Байдена, но не только ведь о Патриотах они говорили несколько часов, как вы думаете, какие еще темы могли подниматься? Ну, я думаю, что вот, конечно, Зеленский поднимал тему оружия, 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 это основная тема, потому что в политическом плане позиция Запада, сейчас официальная позиция руководителей Большой Семерки, она безупречна. Вот прошло две, две, два онлайн саммита Большой Семерки 12 сентября, октября, извиняюсь, через два дня после начала этой программы геноцида украинского народа и 12 декабря, и там были приняты жесточайшие оценки, Путин назван лично, персонально военным преступником, все руководители, включая также Макрона, которая после этого все время, как всегда, по-французски виляет немножко, подписались под твердым решением привлечь этого военного преступника к ответственности, поддержан план Зеленского из четырех пунктов, и это уже не план Зеленского сегодня, а ультиматум Большой Восьмерки, я называю это Большой Восьмеркой, потому что Зеленский уже стал постоянным участником этого клуба, и из четырех пунктов, повторю, победа Украины и полное восстановление ее территориальной ценности, гарантии безопасности Украины на послевоенный период, репарации, вот третий пункт, который уже начал реализовываться, репарации с целью восстановления экономики Украины, и четвертый пункт, он тоже реализовывается при возвращении к суду главных военных преступников, уже была официальная встреча в Берлине министров юстиции Большой Семерки, где обсуждался план создания специального военного трибунала, то есть, то есть, все эти негодяи с зафиксированными преступлениями там в Буче, Эрпене и прочее, они пойдут по линии международного уголовного суда, а специальный трибунал будет рассматривать такое преступление, как агрессия против суверенного государства для главных военных преступников, так что тут нечего нам большего желать от своих партнеров западных, вопрос в реализации первого пункта победы, в реализации, в снятии вот этого еще какой-то озабоченности о возможной путинской эскавации, мне кажется, во-первых, какая может быть эскавация, в ядерной сфере ему очень твердо объяснили, что его убьют в случае использования ядерного оружия в войне в Украине, уверяю вас, он никогда на это не пойдет, он не шахит, он не собирается умирать, он трус, а какая другая эскавация, если он ударит по западным, по странам НАТО, Брюссель и Пентагоне только об этом мечтают, потому что, понимаете, если какие-то 26 несчастных, извиняюсь, выражения хаймерсов, изменили всю стратегическую обстановку на российско-украинском, что с ними сделают там сотни томографков и десятки самолетов, если они ударят по какой-то стране НАТО, значит, эскавация непосредственно Украины, а какая еще можно, идет высшая степень эскавация, уничтожение украинских городов, поэтому вот этот разговор о том, что вот-вот давайте не будем, осторожно, как бы Путин не эскалирует, они уже бессмысленны, во-первых, и безнравственны в этой ситуации, вот это последнее ограничение, которое американцы накладывают на себя, надо сломать, еще раз повторю, здесь большую помощь нам могут окажать наши британские союзники, насколько я понимаю политику Великобритании, ну, во-первых, сказали же ясно об этом министр обороны, если это варварство будет продолжаться, мы безразличными не останемся, а кроме того, между Великобританией и Северным Штатом всегда такие сложные отношения внутри этого саксонского мира, и британцы будут рады как бы показать насколько они более продвинуты, чем американцы и в решении задачи поддержки Украины и вообще в лидерстве свободного мира. Андрей Андреевич, Герасченко, Антон Герасченко в своем интервью заявил о том, что Путин может сделать преемником Дмитрия Медведева, и вот Дмитрий Медведев уже будет объяснять, что вот сдачу Крыма до освобождения Крыма и освобождения других оккупированных территорий, вот, и, значит, а он умоет руки. Как думаете, это вообще реальный вариант? Ну, я бы не говорил, дело не в персоналях, а дело в том, что есть коллективный интерес российской политической элиты, как ты вылезти живой из этого, они понимают, что война проиграна, а как, им надо удержать власть, а власть это всегда громадная собственность, да и жизнь для многих, если потащить в международный район, так ясно, что они понимают, что вот без Путина им легче будет как-то вылезти из этой, и они скажут, ну вот товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, а мы тут ни при чем, вот собственно это обращение Запада, президент Байден его снова повторил во время встречи Зеленского, а первый раз они вместе с Макроном повторяли на пресс-конференции, вот позиция Запада сейчас какая, единственным способом достижения мира в Украине является полный вывод российских войск со всей территории Украины, сегодня Путин на это не согласен, поэтому нет никакого предмета переговоров но как только Российская Федерация выразит согласие с этим базовым пунктом мы готовы сесть на него приговоры это явный призыв не Путину к его окружению что если вы готовы избавившись от Путина добровольно выполнить первые условия то есть пойти на вывод войск ну тогда по-другому будет и с вами четвертый пункт трактоваться о главных военных преступников конечно вот может быть вот это колебание Байдена перед броском вот решающим броском на весы того набора вооружений который мгновенно решит прором заключается в том что американцы предпочли бы чтобы русские ушли добровольно а не ну во-первых выталкивать их силы вы же представляете кроме того это означает и тысячи десятки тысяч жизней украинцев в этой войне а кроме того я не секрет и в Вашингтоне бытует вот такое представление они же всего боятся помните еще в девяносто первом году президент Буш приехал в Киев и умолял украинцев не объявлять независимость потому что они боялись развала Советского Союза сейчас они боятся дальнейшего развала России вот у них такое опасение если вот обвально рухнет путинский режим то начнется да Украина восстановит свою территорию но на оставшейся территории России начнется классическая русская смута там с гражданской войной между частными армиями которых уже появилось много там Кадырова Рогожина вот Пригожина Рогозин собирался свою частную армию называть но теперь уже все его очень серьезно ранили в задницу с таким ранением уже в полководцы армии не попадешь вот такие опасения перед финальной стадией войны они присутствуют в Вашингтоне и я думаю это долго обсуждалось два с половиной часа это большое время для Зеленского и Байдена было обсудить эти вопросы а вы думаете что все-таки мы говорим уже не о каком-то там переломе да а именно о финальной стадии войны ну это вопросы уже Эрмина взятие Мелитополя как назвать переломом или финальной стадии войны ну это вопрос вкуса залужный залужный прав когда я стою в 84 километрах от Мелитополя и я готов его взять для этого мне надо то-то то-то и то-то это ну назовем скромно переломным фактически это конечно будет обрушение российской военной машины Андрей Андреевич Байден на пресс-конференции да одной одной из фраз которые он сказал звучало так что он в принципе готов сесть за стол переговоров с Путиным а с вами мы там да на протяжении долгого времени говорили общались и вот вы говорили в том числе что Путин в принципе этого и добивается что попасть опять за этот большой стол большой политики да потому что сейчас он токсичный сейчас он изгой как думаете это может прельстить Путина ну я давайте все-таки точно формулировать ответ Байдена он нисколько не отошел от вот этой постоянной западной позиции артикулирования по своей неделе он повторил что единственный путь мира это полный выход со всех группированных территорий если Путин готов будет обсуждать я готов буду с ним обсуждать ну пока Путин может только мечтать о диалоге с Байденом о встрече да встречается с ним лидер Украины и вот на эту историческую встречу двух президентов Путин может ответить только симуляции геополитической политической жизни завтра он снова встречается второй раз за последнюю неделю со своим другом Лукашенко встреча президента в Пу-Илу чего ждать от этой встречи как вы считаете ну такой решающей была встреча в Минске и что же на ней решилось Путин Путин ну как всегда он его не дожал он не заставил его дать обещание пусть отправить белорусские войска против Украины вот в том присоединиться к плану России похода на Киев через Белоруссию но две уступки он из него выжил первое они сообщили о начале совместных российско-белорусских маневров в первой половине февраля 2022 года вы же помните каково чем закончились совместные российско-белорусские маневры в первой в первой половине января 2022 года ну то есть территория Белоруссии оккупирована если Путин решится на этот удар по Украине на мой взгляд это самоубийственное для него но если он решится ничем препятствовать ему Лукашенко не сможет но свои войска он не пошлет потому что он прекрасно понимает что они могут повернуть орудие а вторая обступка еще более экзотическая он заставил Лукашенко публично поблагодарить Путина за то что теперь белорусские пилоты будут сидеть за рулем каких-то самолетов бывших советских с ядерным оружием на борту ядерное слово ядерное они испугались произнести оно звучало так со специальными боеприпасами на борту но это я уже говорил о том что Путина сказали что его просто убьют если он использует ядерное оружие и он как бы заткнулся с ядерным шантажом но вот этим заявлением он снова пытается заняться ядерным шантажом но смотрите в какой изощренной извращенной форме пугать запад Украину ядерным оружием из-за спины Лукашенко то есть он проводит какую мысль вот я теперь дал ядерное оружие Лукашенко так что если не дай бог на Украину или на страны НАТО упадет какая-нибудь ядерная ракета так это не я это не я я ни при чем это обезьяна с гранатой то есть он повторяет вот ту же самую ситуацию с буквами у так называемых донецких повстанцев в 1914 году вот тем самым Лукашенко подставил свою страну под возможный ответный ядерный удар кое-чего он добился но еще раз повторяю это все в области шантажа он и на это не решится но это его старая мысль была вот ну это называется военной такой политологией операции под фальшивым флагом ждите ядерный удар но не от меня от Лукашенко спасибо вам огромное за этот разговор о встречах как мировых лидеров Зеленского и Байдена так и политической моли мы говорили с Андреем Пиантковским известным журналистом и политическим деятелем благодарим вас спасибо огромное